Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели У нас сегодня в гостях Юрий Милконов, военный историк Замечательный человек, который написал несколько книг Об истории военных объектов в нашем крае Который многие вещи изучил и расследовал впервые И мы очень рады вас приветствовать Добрый день, Юрий Добрый день И у нас перед глазами новенький журнал Балтфорд Который Юрий выпускает уже много лет Это 37 номер по порядку И второй в этом году За сентябрь 2020 года Балтийский военно-исторический журнал Как возникла идея этого журнала И почему вы его продолжаете делать? Ну, идея возникла, конечно, давно Он выпускается с 2007 года Ну, смысл в том, что журналы мы делали, как говорится, всегда У вас был «Мой район», по-моему, такой маленький журнальчик Да, «Мос районс» был, так сказать, параллельно даже был журнал такой «Хорака», да, все это издавали В журнале «Мос районс» мы периодически публиковали статьи по истории района Ну, у вас давняя любовь к истории, я так понимаю Наверное, еще в пору, когда вы работали просто инженером Я всегда считала, что вы военный человек А вы, нет, абсолютно не военный Вы отслужили в армии два года положенных Как все Как все, да, но уже в чине офицера И ваша служба проходила на Украине Замечательно Вы мне в прошлый раз подарили свою книжку Я ее прочитала от корки до корки Вот, и очень интересно Мне показалось, что Вы вот описываете такие Детали жизни, да Той поры То есть, как строилось отношение офицера с солдатами Воспитательный процесс присутствовал Да Как вы выделяли среди своих подчиненных лидера Который становился старшиной там Или руководителем какого-то подразделения И вот, видимо, с той поры Появилась эта тяга, что ли К фиксированию событий жизни и истории Или это еще от папы идет От его службы на Саарема Ну, будем говорить так Видел много Вот с этой Сааремой Есть же еще остров Кельдин на севере Где мы тоже были, да, так сказать Это вы ребенком были там с родителями Школьником, да, значит, так сказать То есть, служба вот отца, да Она происходила на таких как бы местах, да Будем говорить, которые очень значимые А он был пограничник? Нет Береговая артиллерия Береговая артиллерия Да Очень значимых для государства То есть, понимаете В стратегических точках служил ваш отец Да, да, можем сказать Стратегических точках Ну, представьте, что Государство тратит Огромные деньги на то, чтобы На далеком острове, в море Построить пушки, да То есть, батареи построить Бетон туда везут Там железо, там черти чего Делают городок военный, где, ну, все, что нужно В школу ходил там, так сказать Даже школа есть Да Пленные немцы строили Правильно Должны они какую-то пользу были принести Как выяснилось, так сказать, да Вот, то есть, такие значимые для государства А на самом деле Эта тема, она называется Защита морских торговых путей Сейчас никто Ну, то есть, она уходит в глубокие древние времена Да, древние времена И имеет огромное значение для государства Поэтому и деньги тратились Ну, скажем так, неописуемые, да Туда, так сказать И поэтому Кстати, это не российское изобретение Ведь Англия стала владычицей морей Именно потому, что она Храняла свою колониальную торговлю А где-то и пиратствовала Ну, можно и так назвать Но можно у Александра Сергеевича Пушкина Прочитать, что пушки с острова полят Кораблю пристать велят Да То есть, береговая оборона была отражена Но в литературе, да Да, уже тогда Естественно, да Это, значит, настолько важная Как бы для государства тема Что она не может не увлекать? Ну, если её так раскрыть Да, так сказать Когда Ну, я думал как-то Ну, писать мне, не писать это дело Да, так сказать На острове Хьюма Хьюма, помню Вот, да Там на берегу моря Батарея, значит, стоит бетонная Это рядом с Алима, который, да? Да, севернее, да Так сказать И вышка Значит, наблюдательная вышка Огромная, да Так сказать Со всеми делами И там лестница такая Еле-еле И я там стою И вот из тонка Молодая, да Вот с таким ребёночком Совершенно незначительно Полезла По этой лестнице наверх Да Полезла наверх Да И я понял, что надо писать об этом И нечего тут, так сказать Стесняться Да И людям это интересно, так сказать Такого нигде не увидишь Ну, эстонцы уже гордятся тем Что вот у них есть вот такое Да Такие объекты осмотра туристические Да, да Особенно это, конечно, Хьюма Особенно Она впереди Хьюма впереди По многим вопросам Сарема Да Так сказать Там всё это есть В Латвии Есть такая же вышка Есть такие же батареи И никто туда особо не лазит По моим данным Так сказать Да Ну, самый такой, наверное, объект Который у всех буквально на виду Это батареи Мангальсалы Которые практически Сохранили многие объекты Вот эти Ну, я не знаю Казармы Или что там было Какие здания кирпичные Такие построенные В царские времена Ну, военный городок Да То есть они заросли Наполовину уже землёй И Мне кажется Вы даже возглавляли Там несколько субботников По расчистке этих помещений Да, мы расчищали Так сказать Да И Ну До 150 человек Участвовало в этих субботниках Да Приходило, так сказать Смотрело Ну, что это человек с лопатой Чист Какой-то бетон Так сказать Да Тем не менее Это всё Казалось бы Да Всё происходит В городе В городской черте Сделать там Я не знаю Музей Ресторан Да Выставочный зал Ну Всё бы можно было сделать Но я перестал делать Эти субботники Потому что Мы чистим А кто-то гадит Мы чистим Ну, я бы не сказал Что гадит Ничего не происходит Со стороны Рижской думы Местных властей Да Пишут Свободного порта Ничего не происходит Всё ждут Когда по новой Всё зарастёт Да И я сказал Я не поведу детей Туда Больше Да, так сказать Чтобы они видели Как их труд Как к работе Относится Наплевательски Да Превращается опять В ничего Это Так сказать Люди приезжали Из других городов Даже Энтузиастов было много Да Да Были Так сказать Поэтому Проводить Такие акции При этом Которые Ну В никуда Да Не буду Бесполезный труд Получается Да Позиции Позиции Восемь позиций Десяти дюймовых Орудий Да Заросли в ничего Так сказать Да Поэтому Какие-то решения Принимать Ну Сообщали мы Так сказать И Мэром Риги И И другим Там И военным И невоенным Значит Всяким Людям Ну Тем не менее Как бы Ничего не происходит Да Ну Будем надеяться Что со временем Что-то будет Так сказать Ну Если это Окончательно Не разрушится Ну Кстати Вот Юрий Я хочу Сказать Что Отношение К этой Военной Истории Оно все-таки Разное Например Ирбенский Этот Центр Космической Связи Удалось Сохранить Благодаря Вмешательству Тогда Академика Эйхманиса Юриса И Венспинского Самоуправления Ну Все-таки Не взорвали Не растащили И это Сейчас Гордость Латвии Это Один из Научных Объектов Которые Просто Уникальные Для Балтийского Региона Ну Эти батареи Вот Которые У нас Есть Ну Скажем В Латвии Которые Есть Да Они Ну У них Назначение Только одно Да Так сказать Разместить Там пушку И защищать Ирбинский Пролив Так сказать Да Никакого Другого Там Не может Быть Да Как Объект Туризма Надо Делать Потому Что Ну Как В Европе Говорят Так Если В вашем Городе Есть Крепость То Это Дар Божий То То есть Вы Все Сможете Как Бо Работать Вы Все Сможете Там Заниматься Экскурсиями И прочее В Латвии Это не Работает Да Мы Видим Много Примеров Ну Единственный Такой Пример Где Хотя Бы Посмотрели В ту Сторону Это Венспилс Да Это Там Батарея 45 По-моему Хорошая Такая 40-го года С бетоном Все Там Чего Надо Есть И Там Там Разные Мысли Есть Они Даже Какие-то Проекты Составляли Да Значит Такие Интересные Товарищи Значит Они Приехали Ко Мне Так Скать Не стали Ничего Спрашивать Посмотрели На меня Спросили А что Это Такое Ну Это Вот Это И Уехали И Все Вот Это У них Считается Определенная Часть Работы И Они Там Отчитались Встретились С историком Мелконовым Да И Делали Там Реконструкцию Какую Реконструкцию Они Дорогу Немножко Проложили Абсолютно В стороне От батареи Значит Но Сказали Что Это Значит Нужно То есть Очень Несистемно Да Очень Несистемно Хорошо Венсполсу У него Есть книга Пушки Курлянского Берега Опять-таки Мелконово Да Где Хотя бы Основные Опорные Точки Написаны Да Можно Почитать Посмотреть Так сказать Через какое-то время Вернуться Да Ну Она Издана В 2005 Году Ну Кстати До сих пор Продается В магазине Я недавно Своему Одному Другу Купила На день Рождения Да Совершенно Верно Популярность Сохраняется Ну Так Для себя Могу Сказать Что Переиздать Ее Возможности Нет Да То есть Дорогое удовольствие Да Ну Да Раньше Мы были Повеселее А сейчас Нет Переиздать Невозможно Это К слушателям Если Увидите Книжку Покупайте Потому что Будет Библиографическая Редкость Скоро Ну Да Так Сказать В принципе 14 книг У меня Ездано По этим По батареям Да По батареям Которые По Эстонии Книги Кончились Давно Уже И Как бы Заново Переиздавать Ну Сил Нету Не то Время Сейчас И сил Нету Вот И здоровья Нет Ну Кстати Книги Эти ваши Поступают Наверное В государственную Библиотеку По правилам Да То есть По сути Можно Прийти Заказать Книгу И Может быть Когда-то Они оцифрованы Будут И можно будет В электронном виде Их почитать Ну Как бы Как Интересующимся Людям Историей Да Я думаю Что Этот процесс Будет идти Независимо От нас Так сказать И Интерес Будет Ну Мы видим Что интерес Как бы К этой теме Он такими Волнами Проявляется И Будут Будут люди Смотреть Юрий А вот такой вопрос Кстати Я хочу Обратиться К радиослушателям Мы работаем Сейчас В прямом эфире Вы можете Позвонить Задать Свой вопрос Может быть Вы где-то Бывали На Военных Таких Объектах Заброшенных Что-то Вызвало Ваш интерес Вы хотите Спросить А что Там Было Ну Как бы Не нашли Информации Вот Поэтому Вы можете Звонить Студия По телефону 672-12-93-9-672-13-93-9 Можете Писать На Ватсап Номер 230-6191 И Я могу Тогда Зачитать Ваш вопрос Который По Ватсапу Пришел Итак Вы Занимаетесь Такими Исследованиями Не будучи Фактически Ученым И вот Я Недавно Столкнулась С С Такой Реальностью Что ли Что Например Я Пишу Для Википедии Какие-то Статьи О людях Об истории Там О событиях И так далее И В этом Сообществе Так сказать Добровольцев Иногда Возникает Такой Скепсис По Отношению К Людям Которые Занимаются Самостоятельным Поиском Мол Это Не ученые Им Нельзя Верить Там Вот Они Там Могут Какие-то Городские Легенды Тиражировать И так Далее Вы Сталкивались С таким Скепсисом По Отношение Потому 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 Что Вот Эта Береговая Оборона Да Она Исключительно Насыщена Инженерными Делами Все инженерные Вопросы Которые Только Мы Там Есть Да Так Сказать Орудия Все Производство Этих Орудий Для того Чтобы Там Создать Эти Пушки Нужно Было Цех Строить Отдельный Да Там Только Для Гальваники Да Еще Только Для Термо Обработки Это Колоссальные Затраты Так Сказать И колоссальные Инженерные Технологии Да Так Сказать Это Там Пушку Сделать И В общем-то Стволы Для Основных Пушек Покупали В Англии Там В Викерсе Так Сказать Это Советский Союз Покупал Царизм Царские Власти 12-дюймовки Так Сказать Самое Такое Ходовое Будем Говорить Покупали В Англии Да Так Сказать И Там Столько Таких Примеров Да Даже Что Не всякий Скептик Может Вас Опровергнуть Цифрами В руках Сейчас Мы сделаем Небольшой Перерыв И Приглашаем Радиослушателей Все-таки Звонить В студию По телефону 6-7-2-12-93-9-6-7-2-13-93-9 Задавайте Вопросы Юрию Милконову Возможно Вы когда-то Сталкивались Объектами Военной Истории И у вас Пробудилось Любопытство По какому-нибудь Поводу Добрый день Еще раз В эфире Программа Очевидец Сегодня Говорим О военной Истории О батареях Береговой Охраны И у нас В студии Юрий Милконов Человек Который Написал 14 книг На эту тему И наверное Знает ее Как никто другой Поскольку Вот до перерыва Он как раз Рассказал о том Что Много Очень Объектов Которые Фактически Не исследованы А людей Которые Этим занимаются Можно пересчитать По пальцам Потому что Для того Чтобы профессионально Эту тему изучать Нужно Обладать Инженерными знаниями Как раз такими Которыми Обладает Наш сегодняшний гость Который Окончил Московский Авиационный Институт А не что-нибудь Кстати Да Очень Наверное Вуз Который Имел В табеле О рангах Мировой Большое значение А кстати Вы поступили По конкурсу Или там была Какая-то другая Программа Нет-нет Это совершенно Честно Так сказать Чисто После окончания Тринадцатой школы Рижской Да Рижской Так вы небось У Попляева учились У Попляева Георгия Андреевича Да-да-да Физика Математический класс Так сказать Собрался Это была Марка Да Я писала По Попляеве Статью И поехал туда И там Сдал Как говорится Экзамены Все Так сказать Как сейчас помню Ну математика Была хорошо Пятерка Физика Тоже была Пятерка Вот То есть Такие хорошие И потом Учеба Учеба там И потом Работа на заводе Пятнадцать лет На авиационном заводе Под Москвой Да А что такое Работа на заводе Для профессионального роста Ну как Производство Мастер Старший мастер Значит Начальник цеха Да Ну это не затягивает Вот Не отшибает Тягу к творчеству Или наоборот В то время Там на вашем Производстве Была какая-то Тема Там Рационализации Изобретений В которые вы Включались Все было На авиационном заводе Там все есть Так сказать И Когда там Работаешь Ну Первое Что тебя Так сказать Дисциплинирует Это план То есть Надо делать План Да То есть Стране Нужны Изделия Так сказать И Выпускать их Надо по графику И прочее И вот Эта работа В графике И прочее Она настолько Дисциплинирует Да Что я Ну просто Видеть не могу Как вот сегодня Работают Ну скажем Латвийские Министерства Какие-то там Или Другие организации Это Не знаю Выгнал бы Первый же день Так сказать То есть Настолько Убого Организовано Здесь Так сказать Да А там Просто Рационально Вот Так сказать Нужно было Делать Ракеты Да Так сказать И Выдавать их В определенном Количестве По графику И попробуй Не выдай Вот Так что Вот это Большое Дело Потом Конечно Служба в армии Два года То есть Все Потом Ну Жена Заболела Да И Мы вынуждены Были Вернуться В Ригу Переехать Так сказать Да Ну Жизнь Она не укладывается Какие-то сценарии Строгие Да Вот И Да Она потом Умерла И Так сказать Здесь Пришлось Самому Так сказать Дальше Все Да Конечно Я Пробиваться Встречал Хороших Людей С которыми Работал Так сказать Да Здесь В Риге Потом Самостоятельное Дело Охранная Фирма Ну то есть Настолько Многогранно Это все Но все-таки Вот любовь Эта к военной Истории Она живет С вами Наверное Всю жизнь И С чего Началось Ну вы Вы рассказали о том Как вы однажды Встретили молодую Эстонку Которая карабкалась На смотровую вышку Там На острове Хиума И поняли Что кому-то Это надо Да Но все-таки Одна книга За другой И тиражи Были довольно Существенные Там Тысячи экземпляров Три тысячи экземпляров Некоторые книги Да Да Было И Вот Последователь этих книг Как они появлялись Как рождалась Следующая тема Ну первая Когда возникла Наверное Какой-то 96 Там Шестой Или седьмой Год Как бы Я стал Читать Интересоваться А что пишут Про эти батареи Да Так сказать В газетах Там прочее Когда интернет Вообще стал Немного Выдавать Так сказать Информацию И Вообще Ужаснулся В том плане Что пишут Там Путают номера батареи Да В нашем деле Это вообще Считается Верх Там Так сказать Некомпетентности Путают там Многие вещи И вообще Мне показалось Что Я знаю Больше Чем Вот Пишут Так сказать Да И Тогда Родилась Вот первая Книга Батареи Монзунда А что такое Монзунд Расскажите Пожалуйста Для наших Слушателей Которые Не знают И не читали Пикуля Монзунд Это пролив По-немецки Монзунд Это большой Зунд Большой пролив И он И он Расположен Между Островом Саарема Эйзель Эйзель Да И Материком Да И Вот То есть Это Ирбенский Пролив Теперь Ну Ирбенский Пролив К Монзунду Мы Относим Да Так Сказать Но Он Правее Вот Чисто Монзунд Да Правее Зундов Несколько Второй Зунд В Европе Это В Дании Между Данией Так сказать И Швецией Очень Важнейший Пролив Ну Это Датские Проливы У которых Глубина 17 метров И которые Ограничивают Мореплавание Фактически По всему Балтийскому Морю Будем Говорить Россия Она Существует Между Двумя Проливами Первое Босфор Там Вопросы Есть Да Второе Вот Этот Вот Зунды Проливы Да Так Сказать И Для Решения Этих Вопросов Россия Ну Не знаю Вынуждена Не вынуждена Но Российской Императрицей Была Датская Принцесса Ну Да Вот Таким Образом Решали Так Сказать Вопросы Мира И Войны Да А С Турцией Так Сказать Ну Сколько Рассвоевали Но В шестнадцатом Году Уже Собирались Все Делать Десантную Операцию В Дарданелло Так Сказать Но Не Сложилось Другие Вопросы Навалились То есть Россия Существует Между Двумя Проливами И Поэтому Как бы Нужно Внимательно Ко всему Этому Относиться Ну Вот эти Процессы Как я Говорю Эстонцам Они Значит Получили Эту книгу Да Как я Пишу Значит Они Поняли Своё Место В строю И У них У них же Больше всего Вот этих Орудий Там Всё Так Сказать Да И Они Очень Хорошо К этому Отнеслись И Развивают Туризм Всё У них Как бы Двигается Есть Поддержка Государства Там Музеем Да Так Сказать Да Есть Нерешённые Вопросы Там Скажем Заброшена Батарея А Почему А потому Что владелец Земли В Америке Старушка Да И Она Как бы Не знаю Чё Надумает Ну Короче Не разрешает Там Ничего Делать А там Нужно Так сказать Делать Там Нужно Пилить Деревья Там Нужно Дренаж Откачивать Воду Такое Чтобы туристы Могли Так сказать Спокойно Проехать Туда Да Да Много Таких Вопросов Но Другой Стороны Всё И там К обычному Эстонцу В лесу Приходишь И он Тебе Расскажет Это вот Это батарея И потом Достаёт Книгу Мелкона И говорит Вот тут Всё Написано Да Такое Есть Такое Есть Ну В этом Как бы И для Писателя Да Удовлетворение Да Удовлетворение То Что Книга Приносит Пользу И самое Главное Она Будет Людей Дальше Изучать Да Уже Гильзу найдут Не выбросят А значит Они её положат Да Потому что На той стороне На гильзе Написан Год Да Когда она Выпущена Так сказать И гильза Мы мальчишками Носарема Вот Гильза От русской винтовки И гильза От маузер Немецкий Да Запросто Отличали Да Это как говорится Ещё Свистеть Можно было Гильзами То есть Ну Может быть Это было Связано С тем Что это были Послевоенные годы И такая вот Романтика военная Она особенно Мальчишек Увлекала А вот Чем руководствуются Может быть Молодые люди Которые сейчас Эту тему Начинают изучать И как вы говорили Вовлекаются Становятся Энтузиастами Да Ну Как бы Никто не требует От человека Чтобы он Вообще От всего Отрёкся И только Это изучал Я помню Вот книжки Свои Отдавал В школе В библиотеку Да В частности Про Рижский Бастон Вот Да Так сказать Что такое Рижский Бастон Самолёт Который Который Нашли Под водой Да Да Это в озере Да В море В море В море Нашли Так сказать И ко мне Подходят Там Там Пятиклассники Какие Вот А вот Про это Про что А вот Тут Вы написали Там Это Они Впервые Узнают Что Самолёты Поступали По ленд-лизу Там В школе Я так понял Им Не рассказывают Да Что Там Какие-то Были Вопросы Что Они Летали Из Ленинграда Там Почти Подлепую Там Бомбили Чего-то Так сказать Да То есть Расширяется Их Кругозор Да Вот Это Одно Из Главных Как бы Дать Детям Широкий Кругозор Чтобы У них Вот Не было Вот Этого Зашоренности Да Что Только Там Где-то Одна Лампочка И все Нет Да Так сказать Детей Нужно Вовремя Книгу Ребенку Дать Да Вовремя Рассказать Я же На Монгольсалу Водил Экскурсии И школьников Да И Других Так сказать Ну вы На Сарима По-моему Возили Группы Рассказывали Ну Один раз Один раз Там Да Там В основном На Сарима Было В основном Встречи С эстонцами Вот это Как бы Главное Тут я Водил Экскурсию Даже для Трудных Детей Из Детского Дома Очень Замечательные Как хочу Сказать Дети Они Они Интересуются Они Видят Мир Как бы Немножко По-другому Вот это Наша Задача Дать Детям Направление Куда Если Ничего Не Говорит Детям То Ничего И не Будет А так Они Еще и Сами Интересуются Юрий А какие Из Вот этих Оставших И Сохранившихся Может быть Объектов Военной Инфраструктуры Но с вашей Точки Зрения Наиболее Интересно Вот для Туристов Могли Быть Ну Мангальсала Конечно Интересно Да Ну Близко Да И Много Что Сохранилось Это Ближайшая Как бы Точка Остальные Батареи Расположены На берегах Ирбинского Пролива Да То есть Обратите Внимание Что В 1939 Году Когда Было Заключено Соглашение Между СССР И Латвией Да Куда Первым Образом Рванули Военные Строители Советские Вот Туда Строить Там Батареи И защищать Ирбинский Пролив Вот Просто Простая Такая Государственная Задача Да То есть Это был Договор О военных Базах И эта база Начала Строиться Как раз В 1939 Году Да И строить Начали Береговые Батареи И в этом Договоре Там Специально Есть такая Фраза Что Латвия Выделяет Значит Место В районе В районе Пирокс Там Значит Это Где Россия Советский Союз Может построить Базы Береговой Артиллерии То есть Первым Пунктом Было Не то Что В Латвию Прийти Там И захватить Сейм И прочее Батарею Построить Вот Это Потом Уже Трансформировалось Немножко Дальше А вот Эта Инженерная Задача Она Была Так Сказать Во главе Угла Да Первой Главной И уже В октябре 1939 Года Строители Военные Прибыли На Микельторнис И жили Там В палатках Это Неописуемая Зима 1939 Года Ой Да Это была Суровая Зима Холодная Очень Вот И Кстати Ну Как Быть Следы Этих Палаток Они Есть На Микельторнисе Специально Сходил Смотрел Где-то 40 с чем-то Ям этих Насчитал Палаток Было Столько Так Сказать А почему Ямы Углубляли Их В землю Чтобы Теплее Было Да Где-то На Метра Полтора Наверное Да Так Сказать Ну Такая Вот Сколько Типа Палатка Землянка Такая Да Где-то Может 5 на 5 метров Тоже Интересный Вопрос Военной Истории Да Можно Посмотреть Он Есть Так Сказать Ну Вот В таком Плане Ну Что Касается Монгольсайля Надо Об этом Сказать Что Монгольсайля Ничего Не Происходит То Что Есть Приходит В Упадок И Царскую Дорогу Уже Почти Всю Разворовали Там Лыжник Лавина Да Утащили К себе Туда На даче Да Это Рижской Думе Вопрос Да Значит Тут Скажем Если мы С вами Вот Придем На Монгольсалу Да И Там Наберем Себе Камней Значит И прочее И куда-то Там Повезем Допустим Через 15 минут Будут Муниципалы Так сказать Или государственная Полиция Со всеми Вытекающими Последствиями А тут Получается Что можно Разворовать Там Металл Значит Срезать Все Без Всяких Этих Самых Каких-то Последствий И Получается Такая Ситуация Когда Вот Как бы Корабль Путешественники Приходят В Ригу Входят В Ригу Это ворота Рига Гейт Да И На правой Стороне Балдырая Это Отдельный Вообще Разговор Так сказать Там Все Разрушено Да Было Крепость Вообще Прекрасная Была Да Но там Вот этот Мол Который К маяку Шел Так сказать Он Разрушен Здесь На Монгольсале Ну Ничего И я хочу Сказать Что на Сегодняшний День Монгольсала Это позор Риге Да То есть Ничего Не делается И если Мы там Видим Царские Камни Да Что Два Российских Императора Там 1854 Году Нашли Время Приехали В Ригу И поехали На Монгольсалу Смотреть Как строится Мол Да Вы мне Назовете Хоть одного Мэра Риги Который Побывал На этом Моле Так сказать Ну Единственное Что я могу Сказать Что Камень Ему Не поставят Да Потому что Личности Не того Масштаба У нас Есть звонок Давайте Послушаем Добрый день Говорите Да Добрый день Я вот Хотел Свой комментарий Скать По поводу Возмущения Вашего гостя Ну А он Разве Не понимает Что У нас В Латвии История Она Политизирована И что Все что Связано С Россией И русскими Это вытравливается Из истории Вы разве Этого не знали Понятно Спасибо Понятно Понятно Монгольсалу Мы рассматриваем Ну Возьмем Отдельный Монгольсал Да Там порядка По немецки Магнусгольм Да По шведски По шведски Да Там Порядка Пяти периодов Когда Было Развитие Этого Военного Объекта Да И есть До Период Так сказать Шведский Да Петровский Даже есть Кометфорд Это же Петровский Да Так сказать Есть вообще старый Если говорить Не про Монгольсалу А про Эту первую крепость Которая находилась В нынешнем этом районе Сканстонейки Да Это была первая Рижская крепость Она у другого русла Даугова находилась Да Это замечательный пример Так сказать 1200 Какой-то Второй год Да И там Как бы Начальником Был поставлен По-моему Брат Этого Епископа Булггевина Да Теодорих Да Больше никому Он не мог доверить Сбор денег Входа в Ригу Так сказать Но не в этом дело Значит Есть период На Монгольсале Царский Есть период Латвийской армии Там Значит Все что нужно есть Есть советский период Да Ну то есть Как бы Ради того Чтобы навредить русским Не стоит Забрасывать этот объект У нас есть еще один звоночек Давайте быстренько Сейчас я быстренько Переговорим Юрий Давайте ответим На звонок Потому что у нас уже Время передачи Подходит к концу Добрый день Говорите Добрый день Россия Прибалтику Купила И юридически Оформлено это Нештатским договором Нештатский договор До сих пор Еще никто Не отменял Поэтому Любая Нероссийская Власть Прибалтике Является Оккупационной И оккупанты Никогда Не будут Помогать Что-то делать Выискивая Исторические Веси Спасибо вам За ваш комментарий Ну я думаю Что мы не будем Сейчас не штатский мир Разбирать Значит Маленькое Замечание Я сделаю В латвийский Период На Монгольсале Было построено Фортификационное Сооружение Дот И на нем Написано Бувис Саперу Пукс 1928 год То есть Это чисто Латвийское Так сказать Сооружение Да Сооружение Он так Расположен Четко 200 метров От дамбы Да Которые ведет На Монгольсалу Это Дистанция Действенного Огня Из пулемета Максим То есть Все очень Так сказать Грамотно Было И мы Я специально Не стал ничего Писать Про эту тему Да Так сказать Я связался С 54 батальоном Земы Сардзе Это инженерно-технический батальон И они В один Из дней Сделали Субботник Да Приехали туда С техникой Почистили Все вокруг Так сказать Там Какой-то курятник Там был Снесли Сделали Все нормально Сказать Что Ну Среди командиров Может быть И там Не было команды Не будем стрелять А вот Среди Скажем Солдат Офицеров Очень четкое уважение Вот К тому Вот этой военной истории Которая Как бы Латвийская Настоящая история Ну Будем надеяться Что новое руководство Рижской думы Доберется До Монгольсала И наконец-то Оценит Ту жемчужину Которая Имеется В Риге Со всеми Ее историческими Периодами И Славными Достижениями Сегодня В программе Очевидец Был И военный Историк И писатель Юрий Милконов Программу Провела Людмила Прибыльская Звукорежиссер Студии Родион Золотарев И до встречи Через неделю Я думаю Что Мы еще Встретимся С Юрием И он нам Расскажет О славных Историях Батарей Курлянского И Лифлянского Берегов Всего доброго Продолжение следует